здравствуйте уважаемые слушатели сегодня мы продолжаем изучение курса гражданского права тема нашей сегодняшней лекции как вы поняли это сделки прежде всего хотел бы сказать что как я уже упоминал в лекции посвященные исследования юридических фактов лекции являются одним из наиболее распространенных видов юридических фактов гражданском праве поскольку именно с совершением сделок связано возникновение основной основных прав и обязанностей которые возникают у граждан и юридических лиц если человек проанализирует любой свой день он обнаружит что он совершает значительное количество действий которые являются ничем иным как сделками в частности он приобретает товары в магазине заключать договор перевозки пользуясь как наземным так и подземным городским транспортом если если он пользуется услугами такси он также заключает договор перевозки уплачивая арендную плату за занимаемое жилое помещение человек заключает договор аренды исполняет его и так далее то есть уже из этого краткого перечисления можно видеть что большинство действий юридических совершаемых нами в реальной жизни является сделками сегодня мы познакомимся с тем что что же такое сделка как понимается сделка по российскому гражданскому праву и как и какие правовые последствия влечет ее совершение определение сделки дано в статье 153 гражданского кодекса российской федерации и которую я вам которую вы сейчас увидите как видите эта норма она очень короткая и определяет сделку как действия граждан и организатор и юридических лиц направленные на установление изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей доктринальное определение сделки несколько богаче доктринально к определению которое вы видите перед собой добавляется слово правомерные действия то есть согласно науке российского гражданского права под сделками понимаются правомерные действия граждан и юридических лиц направленные на установление изменений или прекращения гражданских прав или обязанностей или короче говоря направленные на установление изменения или прекращения правовых правоотношений или еще короче направленные на создание тех или иных тех или иных правовых последствий а эти правовые последствия как раз и могут состоять восстановление изменений или прекращения гражданских прав или обязанностей когда мы с вами изучали классификацию юридических фактов мы отмечали что сделка относится к категории юридических актов то есть волевых действий видно ли из определения сделки содержащимся в статье 153 гражданского кодекса что это действие волевое да видно на это указывает слово направленные слово направленные говорит о том что воля лица должна быть направлена на установление изменений или прекращения гражданских прав и обязанностей дело в том что напоминаю об основном отличие юридического акта от юридического поступка юридический акт при совершении юридического акта воля стороны направлена на установление правовых последствий при совершении юридического поступка воля лица не направлена специально на наступление тех правовых последствий которые возникают в результате совершения поступка Сделка относится к категории актов, соответственно это действие волевое и вот слово гражданского кодекса направленное говорит о том, что лицо, совершая сделку, обязательно имеет цель достичь наступления тех или иных правовых последствий. Как я уже говорил, наука российского гражданского права добавляет к определению сделки слово правомерный и это не случайно. Дело в том, что неправомерность, любая неправомерность, если иное не предусмотрено законом, влечет недействительность сделки. Недействительность сделки мы будем разбирать в следующей лекции, рассматривать в следующей лекции вопрос о недействительности сделок. А пока лишь хочу заметить, что главным основанием недействительности сделок является именно их несоответствие закону. Отсюда делается вывод, что сделка обязательно должна быть правомерной. Но иногда могут возникнуть и сомнения в такой жесткой трактовке, по крайней мере, отмеченный мной вопрос полемизируется в литературе. Некоторые авторы высказывают мнение, что правомерность не есть обязательный признак сделок. Но это мнение не является преобладающим в науке российского гражданского права. Поэтому довожу до вашего сведения, что как судебная практика, так и преобладающий доктринальный взгляд в российском праве состоит в том, что сделка является правомерным действием, направленным на наступление правовых последствий. Это действие, сделка, имеет субъективную и объективную стороны, или субъективные и объективные элементы. Субъективным элементом сделки является воля лица, а объективным элементом является выражение этой воли вовне, то есть волеизъявления. В подавляющем большинстве случаев российское право отдает предпочтение именно волеизъявлению, а не воле. Потому что действительная воля лица определяется мыслительным процессом человека, поскольку современная наука и техника не имеют способности установить содержание мыслей человека, а установить можно лишь то, как эти мысли оказались выражены вовне. Поэтому основным, чему уделяет внимание российское гражданское право, в частности соответствующая норма гражданского кодекса, является именно то, как внутренняя воля человека оказалась выражена вовне, то есть приобрела форму волеизъявления. Поскольку само собой понятно, что выражение воли вовне возможно лишь в какой-то определенной форме. Как мы увидим далее, сделки могут совершаться в устной, письменной, простой письменной, нотариальной форме. Но об этом мы поговорим несколько позже. Пока же перейдем к вопросу о классификации сделок. Сделки могут подразделяться на виды по различным основаниям. Так, одним из оснований является то, требуется ли для совершения сделки волеизъявление одной стороны, или для этого нужно согласованные волеизъявления двух или более лиц. То есть, другими словами, сделки дифференцируются по количеству участников сделки на односторонние и многосторонние. Эта классификация сделок основана на статье 154 Гражданского кодекса, которая называется «Договоры и односторонние сделки». Как вы видите, уже в пункте первом статьи 154 отмечается возможность сделок быть двух или многосторонними с одной стороны и односторонними с другой. Здесь же обращаю ваше внимание, что не односторонние сделки называются договорами. Договор также будет предметом рассмотрения в наших последующих лекциях. В рассматриваемой статье дается определение лишь односторонней сделки, хотя Гражданский кодекс содержит и определение договора, то есть двух или многосторонней сделки. Но определение договора мы будем рассматривать, как я уже отметил, в соответствующей части курса. А пока остановимся на определении односторонней сделки. Итак, односторонней считается сделка, для совершения которой, в соответствии с законом или иными правовыми актами или соглашением сторон, необходимо и достаточно выражение воли одной стороны. В качестве примеров односторонней сделки можно привести такие сделки, как выдача доверенности, составление завещания, принятие наследства, расторжение договора в одностороннем порядке, если такое расторжение допускается законом и так далее. На что я хотел бы обратить ваше внимание в этом определении, это во-первых, выражение воли одной стороны является необходимым и достаточным условием, условием чего? Условием совершения сделки. То есть воля одной стороны выражена и соответствующие правовые последствия наступят. То есть более ничего не нужно для того, чтобы эти правовые последствия наступили. И никакому другому участнику не надо дополнительно выражать свою волю, воли одной стороны уже достаточно. И в то же время это выражение воли хотя бы этой одной стороны необходимо, потому что если не будет выражения воли хотя бы одной стороны, то никакие правовые последствия наступить не могут. И обращаю также внимание, что вот эта необходимость и достаточность выражения одной стороны, необходимость и достаточность этого для цели совершения сделки должна следовать из закона, и нового правового акта, мы помним, что эти понятия раскрываются в статье 3 Гражданского кодекса, или из соглашения сторон. Скажем, в общем случае расторжение договора в одностороннем порядке не допускается, то есть расторжение договора путем совершения односторонней сделки в виде одностороннего отказа от договора. Но если самим договором, то есть самим соглашением сторон будет предусмотрена возможность его расторжения в одностороннем порядке, То это и будет основанием для того, чтобы односторонняя сделка в виде одностороннего расторжения договора породила правовые последствия. А какие именно правовые последствия? А именно прекратила договорное правоотношение. Как мы видим, для заключения договора, то есть для совершения двух- или многосторонней сделки необходимо выражение согласованной воли всех участников, соответствующих двух- или многосторонней сделке. Большинство, замечу, что большинство совершаемых в гражданском обороте сделок, и это нетрудно заметить, являются именно договорами. Купля-продажа, аренда, наем жилого помещения, мена, дарение и так далее. Все это двусторонние сделки. Трех- или много- или более сторонние сделки, другими словами многосторонние сделки, встречаются в практике гораздо реже. Например, договор простого товарищества может быть многосторонней сделкой. В основном же то, с чем мы имеем дело в практике, это двух- или многосторонние сделки. Какие последствия влечет совершение односторонней сделки? Здесь интерес представляет статья 155 Гражданского кодекса, аналога которой не было в действовавшем ранее Гражданском кодексе РСФСР 1964 года. Этому вопросу посвящена, как я уже сказал, статья 155, которая определяет, каким образом возникают обязанности по односторонней сделке. В ней установлено очень важное правило о том, что односторонняя сделка может создавать обязанности лишь для того лица, который совершает сделку. Это правило является общим. А вот создавать обязанности для других лиц, оно может лишь в специально предусмотренных законом случаях, либо если это предусмотрено соглашением, заключенным с другим лицом или лицами. Это очень важное правило. Оно подчеркивает самостоятельность участников гражданского оборота, их независимый друг от друга статус. Поскольку если бы возможность односторонним были изъявлением создавать обязанности для другого лица была бы неограниченной, в этом случае имело бы своего рода установление полной зависимости одних участников гражданских правоотношений от других, что в конечном итоге противоречило бы принципу свободы договора и принципу равенства участников гражданских правоотношений. Поэтому, еще раз повторяю, общее правило состоит в том, что односторонняя сделка может создать правовые последствия в виде обязанностей лишь для самого лица, совершающего эту сделку. А создать обязанности для других лиц она может только в исключительных случаях. Соответственно, имеется в виду, что если сделка создает обязанности для других лиц, то она создает корреспондирующие этим обязанностям субъективные права для самого лица, совершающего сделку. Поэтому возможность создать обязанности для других лиц в неограниченном числе случаев означало бы, что лицо с собственным волеизъявлением может создавать для себя субъективные права. Думается, что это вряд ли соответствовало бы смыслу гражданского оборота, который основан на принципах эквивалентности, возмездности и взаимности. И завершая рассмотрение вопроса об односторонних сделках, отметим, что к односторонним сделкам, согласно статье 156 Гражданского кодекса, применяются общие положения об обязательствах и договорах, но применяются лишь постольку, поскольку это не противоречит закону, одностороннему характеру и существу сделки. Ну, естественно, само собой понятно, что применительно к односторонней сделке не могут быть применимы нормы о расторжении договора, нормы об изменении договора и ряд других норм. То есть в каждом конкретном случае, применяя к односторонней сделке те или иные нормы обязательственного права, всегда надо иметь в виду, что необходимо рассмотреть вопрос о том, не противоречит ли та или иная норма, регулирующая договорные обязательства, относящаяся к договорным обязательствам, не противоречит ли такая норма существу или характеру односторонней сделки. Кроме отмеченного подразделения сделок на односторонние и двух- или многосторонние, сделки также подразделяются на каузальные и абстрактные сделки. Частично я об этом упоминал, о каузальных и абстрактных сделках, рассказывая вам о ценных бумагах в предыдущей лекции. Что такое каузальная сделка? Это сделка, из содержания которой видно основание, по которому она совершается. Так скажем, например, заключение договора займа означает, что одна сторона, а именно заемщик, передала другой стороне заемщику определенную сумму денег или вещей, определяемых родовыми признаками. Только в этом случае договор займа считается заключенным. Соответственно, допускается оспаривание договора займа по безденежности. То есть, если заинтересованная сторона докажет, что деньги по договору займа не передавались, то это повлечет признание такого договора незаключенным. Таким образом, основание договора, то есть передача денег, влияет на последующую судьбу этого договора. То есть, если деньги передавались, то договор был заключен. Если деньги не передавались, то договора не было. Такого рода сделки, действительность которых зависит от наличия или действительности их основания, называются каузальными. Термин каузальная сделка происходит от термина кауза. В переводе с латыни кауза означает причина или основание. Не следует путать. Зачастую студенты, невнимательно читая учебники, говорят не о каузальных, а о казуальных сделках. То есть, называют эти сделки казуальными, полагая, что в данном случае имеет место происхождения название сделки от слова «казус». Поэтому здесь, обращаю ваше внимание, не казус, то есть казус – это случай, а кауза, причина основания. Поэтому сделки эти называются каузальными. Каузальным сделкам противопоставляются абстрактные сделки, то есть сделки, действительность которых не зависит от наличия или действительности их правового основания. Примером, типичным примером абстрактной сделки является выдача векселя. Поскольку недействительность или отсутствие основания не влияет на юридическую судьбу векселя. Более того, векселе запрещено указывать основание его выдачи. Таким образом, передавались ли деньги в обмен на вексель, выражает ли он собой долговое обязательство или нет. Но, тем не менее, такая сделка, как выдача векселя, она оторвана от своего правового основания, которое, конечно, существует. На самом деле, такое основание всегда существует, поскольку вексель либо выдается в подтверждение суммы займа, либо по договору купли-продажи, либо он может быть подарен. То есть, какое-то основание его выдачи всегда существует, но, тем не менее, это основание не влияет на дальнейшую его правовую судьбу. Даже если такое основание будет призвано отсутствующим или недействительным. Кроме того, сделки различаются, сделки подразделяются на условные и безусловные. Под условными сделками или сделками, совершенными под условием, понимаются так называемые сделки, совершенные под отлагательным условием и сделки, совершенные под отменительным условием. Что представляют собой такие сделки, определяет статья 157 Гражданского кодекса. Которые носят название «Сделки, совершенные под условием». В пункте первом дается определение сделки, совершенные под отлагательным условием. Ну, здесь, кстати говоря, здесь же обращу ваше внимание, что такие сделки могут быть только двусторонними. В основном двусторонними, хотя не исключается совершение такой сделки и в одностороннем порядке, но лишь поскольку это может быть применено к односторонней сделке. По крайней мере, в самой норме, как вы видите, речь идет о сторонах, а не о стороне сделки. Так вот, перейдем теперь к существу сделки, совершенной под отлагательным условием. Сделка, совершенная под отлагательным условием, это сделка, при совершении которой стороны поставили возникновение прав и обязанностей в зависимости от обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. Таким образом, условием сделки оказывается упоминание об обстоятельстве, наступление которого на момент совершения сделки неизвестно. В дальнейшем это может стать известным. Важно, чтобы на момент совершения сделки, как вы видите, привязка известности или неизвестности наступления обстоятельств производится применительно к моменту совершения сделки. Так вот, после совершения сделки под отлагательным условием, права и обязанности по сделке еще не возникают. И может быть никогда не возникнут, если не наступит само отлагательное условие. Если же отлагательное условие наступит, то наступит и обстоятельства, то наступит и права и обязанности сторон. В связи с этим иногда выражается сомнение, а можно ли считать такую сделку, сделкой в точном смысле этого слова, если она не порождает и, возможно, никогда не породит гражданских прав и обязанностей. Полагаю, что да, поскольку под сделками понимаются действия, направленные на возникновение изменений или прекращения гражданских прав и обязанностей, хотя бы в действительности эти права и обязанности оказались не порождены сделкой. Важно, чтобы воля была направлена. Другое дело, что в данном случае для совершения сделки, для возникновения у сторон соответствующих прав и обязанностей, только лишь факта совершения сделки недостаточно. Для этого необходим дополнительный факт в виде наступления вот этого неизвестного на момент заключения сделки обстоятельства. Совокупность этих двух юридических фактов, первый из которых совершение сделки, а второй наступление неизвестного обстоятельства, вот совокупность двух этих фактов порождает права и обязанности у сторон, то есть порождает соответствующие правовые последствия. В пункте 2 статьи 157 Гражданского кодекса приводится определение сделки, совершенной под отменительным условием. Здесь противоположны сделки, совершенной под отлагательным условием. Здесь при совершении сделки под отменительным условием стороны ставят прекращение прав и обязанностей в зависимости от обстоятельства, опять же, относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит. В чем здесь различие? Различие в том, что сделка, совершенная под отменительным условием, она сразу же в момент своего совершения порождает права и обязанности. И лишь наступление неизвестного на момент совершения сделки обстоятельства прекращает эти права и обязанности. Поэтому в данном случае для возникновения прав и обязанностей по сделке достаточно лишь самого факта совершения сделки, поскольку наступление обстоятельства связано не с возникновением, а напротив, с прекращением прав и обязанностей по сделке. В следующих пунктах статьи 157 Гражданского кодекса указаны последствия недобросовестных действий одной из сторон условной сделки. Так, например, если наступление условия недобросовестно воспрепятствовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается наступившим. И напротив, если наступление условия недобросовестно содействовала сторона, которой наступление условия выгодно, то условие признается ненаступившим. Такое может встречаться на практике. Здесь лишь обращаю ваше внимание, что признавать условия наступившим или не наступившим может только суд при рассмотрении соответствующего спора. Продолжение следует. Существуют и другие подразделения сделок на виды. В частности, иногда подразделяют сделки на срочные и бессрочные, понимая под срочными сделки, в которых для возникновения и исполнения прав и обязанностей по сделке установлен определенный срок. А под бессрочными, понимая такие сделки, в которых соответствующего срока не установлено. Но я полагаю, что это подразделение не имеет существенного значения. И более подробно мы поговорим о сроках при рассмотрении общих положений об обязательствах. В частности, о сроке исполнения обязательств. По форме сделки подразделяются на устные и письменные. Кроме этого, сделки могут совершаться также путем молчания. Общие положения об форме сделок установлены в статье 158 Гражданского кодекса. Согласно пункту первому этой нормы предусматриваются две формы сделок. Устная и письменная. Вы можете видеть, что устная форма никакого дальнейшего подразделения не находит. А письменная форма разделяется на простую письменную форму и нотариальную форму. Общее положение. В пункте втором статьи 158 Гражданского кодекса предусмотрена форма сделки, которая не относится ни к устной, ни к письменной форме. Пункт второй статьи 158 Гражданского кодекса посвящен совершению сделки в так называемой конклюдентной форме. Естественно, термин конклюдентная форма в Гражданском кодексе не употребляется, но он широко употребляется в доктрине гражданского права, и вы можете видеть это при изучении соответствующего учебного материала. Итак, что такое конклюдентная форма? Сделка считается совершенной в конклюдентной форме, если воля лица к совершению сделки явствует из его поведения. То есть, другими словами, в данном слове, другими словами, волеизъявление, значение волеизъявления придается поведению лица, не произнесенным им словам, не написанным им словам, а волеизъявлению лица. С совершением сделок в конклюдентной форме мы очень часто сталкиваемся в нашей реальной жизни. В частности, когда вы заходите, например, в автобус, вы совершаете сделку в конклюдентной форме. Как выглядит совершение этой сделки? Раскрытые двери автобуса представляют собой предложение транспортной организации заключить договор перевозки. Входя в открытые двери автобуса, вы выражаете согласие со сделанным вам предложением заключить договор перевозки, и в этот момент договор перевозки оказывается заключенным. То есть, сделка в виде договора перевозки оказывается совершена. При совершении этой сделки не оказалось ни произнесено, ни написано ни единого слова. В ходе этой сделки выражалась только воля сторон посредством их поведения. Еще раз повторяю, воля транспортной организации выражалась в подаче автобуса к остановке и раскрытию его дверей. Вот в чем выражаете. В этом состояло поведение транспортной организации. А поведение вас, как пассажира, состояло в том, что пассажир вошел в раскрытые перед ним двери автобуса, приняв тем самым сделанное предложение. Сделка под поведением лица, из которого может яствовать его воля совершить сделку, понимается активное поведение, то есть действие лица, но не его бездействие. Обращаю ваше внимание, что в конклюдентной форме могут совершаться лишь сделки, которые по своему характеру и содержанию, то есть по своим параметрам могут совершаться устно. О том, какие сделки могут совершаться устно, мы поговорим при рассмотрении статьи 159 Гражданского кодекса. Пока лишь обращаю ваше внимание, что в конклюдентной форме может быть совершена не любая сделка. То есть сделка, которая требует письменной формы, в конклюдентной форме совершена быть не может. Третий способ совершения сделки, который также не является ни устной, ни письменной формы сделки, состоит в молчании. То есть это совершение сделки молчанием. Как видите, молчание признается выражением воли стороны совершить сделку лишь в тех случаях, когда это предусмотрено, когда это специально предусмотрено законом или соглашением сторон. Здесь обращаю ваше внимание, что сам термин молчание не следует понимать в физиологическом смысле этого слова. То есть молчание в данном случае не означает ни произнесение каких-либо слов или ни произнесение каких-либо иных звуков. А молчание означает бездействие стороны. Поэтому, когда мы говорили с вами о поведении лица, которое позволяет совершить сделку в конклюдентной форме, кстати говоря, здесь хочу обратить ваше внимание на происхождение слова «конклюдентный». Слово «конклюдентный» происходит от латинского слова «конклюзион» или английское «конклюжн», то есть «вывод». Иными словами, применительно к рассматриваемому вопросу, это означает, что поведение лица дает основание сделать вывод о действительном содержании его воли. И поэтому поведение лица может быть приравнено к волеизъявлению. Молчание же тоже является разновидностью поведения лица. Но особенность его в том, что оно является не активным, а пассивным поведением, то есть бездействием. И вот если активным действием, как мы видели, рассматривая пункт 2 статьи 158 Гражданского кодекса, если активным действием, если активные действия законодатель приравнивает к волеизъявлению во всех случаях, когда для сделки допустима письменная форма, то для пассивного поведения, для молчания законодатель признает возможность быть приравненным к выражению воли лишь в специально предусмотренных законам или соглашениях или соглашениям сторон в случаях. Какие могут быть... Существуют в законодательстве, конечно, и примеры, когда законом предусмотрено совершение сделки путем молчания. Ну, например, поскольку мы часто... Поскольку часто в лекциях я привожу в пример договор аренда, поскольку он позволяет проиллюстрировать очень многие общие положения гражданского права. Также и здесь можно сказать, что... Также и здесь можно сказать, что... Примером совершения сделки путем молчания является продолжение арендных отношений по истечении срока договора аренды. Так, если по истечении срока договора аренды ни одна из сторон не выражает намерения прекратить договор аренды, а арендатор при этом продолжает пользоваться арендованным имуществом, то договор аренды считается продленным на неопределенный срок. То есть, иными словами, если все остается в том же... Если все в отношениях арендатора и арендодателя остается по-прежнему, то есть, если они хранят молчание о своих намерениях... Если они хранят молчание, если они бездействуют, не заявляют о намерении прекратить арендные отношения, то такое молчание, такое бездействие приравнивается к выражению воли о продлении договора аренды на неопределенный срок. Но в данном случае такое правовое последствие оказывается возможным лишь в силу того, что оно специально предусмотрено в нормах, посвященных договору аренды. Если бы такого указания не было, в этом случае договор аренды оказался бы прекращенным по истечении срока. И лишь правило закона о том, что в данном случае молчание представляет собой правообразующий факт для цели продления договора, лишь это специальное указание закона создает отмеченный мной правовой эффект. А перейдем теперь более подробно к рассмотрению тех сделок, которые могут совершаться в устной форме. Этому посвящена статья 159 Гражданского кодекса, которую мы сейчас рассмотрим. Называется это норма устной сделки. В пункте первом статье 159 установлено общее правило. Согласно этому правилу, если закон не предусматривает, что та или иная сделка, закон или соглашение сторон не предусматривает, что та или иная сделка требует письменной формы, такая сделка может быть совершена устно. Но, собственно говоря, как мы увидим далее, письменная форма требует довольно большое число сделок, поэтому для устной формы остается не такой уж большой простор возможных сделок, как это может показаться из формулировки пункта первого статьи 159 Гражданского кодекса. Помимо общего правила, которое мы видим в пункте первом статьи 159, то есть правило, согласно которому любая сделка, для которой не требуется письменная форма, может совершаться устно, в последующих пунктах этой нормы, а именно во втором и третьем, конкретизируются некоторые случаи, когда некоторые случаи, когда сделки могут совершаться устно. В частности, как вы видите из второго пункта статьи 159, могут совершаться устно все сделки, исполняемые при самом их совершении. Изъятие из этого правила предусмотрено лишь для сделок, для которых установлены нотариальные формы, или для сделок несоблюдение простой письменной формы, которых влечет их недействительность. Вы видите, что это правило является диспозитивным, то есть соглашением сторон может быть исключено право совершать в устной форме даже сделки, которые исполняются при самом их совершении. но все же обращаю внимание на ключевую фразу пункта второго статьи статьи 159 гражданского кодекса. Значит, она согласна этой норме устная форма допустима по общему правилу для сделок, которые могут совершаться, которые, извините, исполняются при самом их совершении. То есть исполнение сделки при самом ее совершении является определяющим признаком допустимости устной формы такой сделки. В практике мы зачастую сталкиваемся с совершением таких сделок, сталкиваемся мы с ними в розничной торговле в основном. Каждому известно, что покупая в магазине «Батон хлеба» гражданин не заключает письменного соглашения, он указывает на определенный товар продавцу, либо сам отбирает этот товар, если розничная купля-продажа осуществляется путем самообслуживания, после чего отобрав товар, он платит за него и приобретает право собственности на этот товар. В этом случае можно говорить, что сделка исполняется при самом ее совершении, то есть между актом совершения сделки и актом ее исполнения нет временного интервала. В этом случае законодатель считает излишним фиксировать совершенное вылеизъявление в письменной форме, потому что по существу при этой сделке не возникает стадии, во время которой существуют права и обязанности сторон, то есть правоотношение здесь не успевает получить какое-то продолжительное существование, оно прекращается в момент его возникновения фактически, поскольку совершением сделки правоотношение возникает, но поскольку сделка исполняется при самом ее совершении, то в этот же момент правоотношение и прекращается. Таким образом, в данном случае в данном случае совершение сделки подтверждается самим актом ее исполнения, что исключает необходимость фиксации в или изъявлении сторон. Ведь дело в том, что как мы помним, что является содержанием в или изъявлении сторон. Содержанием в или изъявлении являются те права и обязанности, то есть те правовые последствия, на наступление которых направляется воля стороны. В данном же случае содержание воли изъявления подтверждается сразу после его выражения в тех правовых последствиях, которые наступают после исполнения сделки. Поэтому я еще раз повторяю, установлено специальное правило о том, что такие сделки не требуют письменной формы и могут быть совершены устно. Вторая категория сделок, которые могут совершаться устно, но лишь по соглашению сторон, но лишь по соглашению сторон, и если это не противоречит закону или договору, это сделки, совершаемые во исполнение договора, заключенного в письменной форме. Дело в том, что здесь же хочу обратить ваше внимание, что собственно говоря, само исполнение договора, то есть вернее исполнение каждой из сторон договора, своих обязанностей по договору тоже является сделкой, поскольку акт исполнения договора направлен на прекращение соответствующих обязанностей по договору. Так вот, эти сделки могут совершаться в устной форме, любые сделки во исполнение договора, но лишь в том случае, если этот договор заключен в письменной форме и соглашением сторон предусмотрено их совершение в устной форме. Но правило пункта третьего является скажем так не общим правилом, а изъятием из общего правила, поскольку из пункта третьего статьи 159 гражданского кодекса следует, что если соглашения сторон нет, то в этом случае возможность совершения сделки в устной форме будет определяться общими правилами статей 159 и 160 гражданского кодекса. рассмотрим вопрос сначала о том, что же такое письменная форма сделки, что представляет собой, что закон признает совершением сделки в письменной форме. Письменная форма сделки определяется в статье 160 гражданского кодекса. Пункт первый этой нормы дает общее определение письменной формы сделки, то есть что она собой представляет. Прежде всего обратите внимание на то, что совершение сделки в письменной форме предполагает составление документа. Составление документа, причем речь в данном случае идет не о документах, а о документе, то есть о едином документе, который выражает содержание сделки, то есть содержит все существенные условия сделки и подписан лицом или лицами совершающими сделку или лицами, которые имеют полномочия на подписание соответствующей сделки. таким образом сделка совершенной сделки в письменной форме это составление документа подписанного сторонами сделки, подчеркиваю составление единого документа подписанного сторонами сделки. это правило касается двухсторонних и односторонних и двух и многосторонних сделок. Помимо этого двусторонние и многосторонние сделки могут также совершаться способами, которые специально установлены в статье 434 гражданского кодекса. Об этих способах совершения сделки мы поговорим позднее, пока лишь скажу, что в данном случае статья 434 предполагает возможность письменного составления документа лишь одной из сторон сделки, а вторая из сторон сделки может совершить действия, не составляя при этом документ, которые будут свидетельствовать о принятии письменного предложения сделанного первой из сторон. Но я повторяю более подробно, мы поговорим об этом, изучая договор, заключение и исполнение договора. Зачастую закон или иные правовые акты устанавливают требования требования, которым должна соответствовать сделка, некие дополнительные требования, например, совершение на бланке определенной формы, скрепление печатью и так далее. Как мы видим, законом могут устанавливаться эти дополнительные требования, и что очень важно, законом в этом случае могут предусматриваться и последствия несоблюдения этих требований. Должен сказать, что последствия несоблюдения этих требований предусматриваются в нормативных актах весьма редко. Но, собственно говоря, далеко не всегда требуется совершение сделок на бланках, снабжение их печатями и так далее. Скажем, случаем, когда для совершения сделки требуется приложение печати, в качестве примера такого случая можно привести пункт 5 статьи 185 гражданского кодекса, который предусматривает, что доверенность от имени юридического лица выдается за подписью руководителя этого юридического лица с приложением печати этой организации. То есть, таким образом, пункт 5 статьи 185 гражданского кодекса является примером, когда для совершения сделки устанавливаются дополнительные требования, в данном случае, скрепления сделки печатью. Но в пункте 5 статьи не предусмотрены какие-либо специальные последствия несоблюдения этих требований, поэтому в данном случае действует правило пункта 1 статьи 160 о том, что если такие последствия не предусмотрены, то применяются последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Об этих последствиях мы еще поговорим. Перейдем к пункту 2 статьи 160. 10 он имеет этот пункт имеет существенное значение в практической жизни. Дело в том, что зачастую имеет место не собственноручное исполнение подписи, а исполнение подписи с применением какого-либо механического аналога. вот в частности вы видите, что в пункте 2 статьи 160 гражданского кодекса речь идет об использовании при совершении сделок так называемого фоксимильного воспроизведения подписи путем средств механического или иного копирования электронной цифровой подписи и так далее. В целом любой из этих видов подписи, о которых идет речь, вернее, любой из этих видов воспроизведения подписи является проставлением аналога собственноручной подписи. То есть не собственноручной подписи, а лишь ее аналога. Так вот пункт 2 рассматриваемой статьи устанавливает правило, которое допускает использование любого аналога собственноручной подписи только в случаях порядка предусмотренных законодательством или соглашением сторон. Это говорит о том, что по общему правилу использование аналога собственноручной подписи не допускается. И такое может использование аналога собственноручной подписи не допускается. и если вне порядка предусмотренного законом или соглашением сторон такое использование производится, то такое аналог проставление такого аналога подписи не достигает тех правовых последствий, на которые они направлены. Иными словами, письменная форма сделки оказывается несоблюденной. письменная форма сделки оказывается несоблюденной соответствующими правовыми последствиями, о которых мы поговорим далее. Кстати говоря, считаю целесообразным привести здесь некоторый факт из не столь давней российской действительности, когда фоксимильная подпись, когда фоксимильные подписи использовались на достаточно высоких уровнях. В частности, многие граждане, наверное, помнят, как с начала 92-го года в России началась приватизация муниципального жилья после принятия закона о порядке о приватизации муниципального и государственного жилья. Так вот, скажем, в Москве на протяжении продолжительного времени в подтверждение приватизации гражданам выдавались свидетельства о праве собственности на жилище, на которых проставлялась фоксимильная подпись мэра Москвы Лужкова. После совершения, получив такое свидетельство о праве собственности, оно выдавалось гражданам наряду с договором о передаче имущества в собственность. То есть, в результате приватизации гражданин получал в качестве правоустанавливающих документов договор о передаче имущества в собственность, который подписывался соответствующими государственными органами государственного управления, в частности департаментом муниципального жилья, и уже упомянутые мною свидетельства о передаче имущества в собственность. Так вот, когда такой гражданин приходил к нотариусу, то нотариус, ну, к нотариусу обычно обращались за снятием копий с этих документов, нотариально удостоверенных копий, то нотариусы, по крайней мере, те из них, которые действовали в соответствии с законодательством, удостоверяли копию с договора передачи квартиры, но отказывались удостоверить но отказывались удостоверить копию со свидетельства о праве собственности. и отказ удостоверения копии свидетельства о праве собственности на квартиру был основан именно на том, что на нем присутствовала фоксимильная подпись, а ни закон, ни иные правовые акты, ни соглашения сторон не предусматривали возможности не предусматривали возможности проставления подписи в фоксимильном порядке. Правда, здесь, конечно, надо заметить, что само свидетельство о праве собственности являлось лишь правоустанавливающим документом, подтверждающим совершение сделки, а не собственной сделкой, поскольку собственной сделкой являлся договор передачи имущества в собственность. Но, тем не менее, расширительно толкуя статью 160 Гражданского кодекса, нотариусы приходили к выводу об отсутствии оснований для применения фоксимильной подписи. Возможно, ситуация, когда гражданин вообще не может расписаться, причина, чему может быть физический недостаток, болезнь или его неграмотность. В этом случае по его просьбе сделку может подписать другой гражданин, который именуется рукоприкладчиком. Об этом упоминается в пункте третьем статьи 160 Гражданского кодекса. Но подписание сделки рукоприкладчиком требует обязательного участия нотариуса, поскольку подпись самого рукоприкладчика должна быть заверена либо нотариусом, либо лицом управомоченным совершать нотариальные действия. Что же касается определенного ряда сделок, которые мы будем рассматривать в следующих лекциях при рассмотрении вопросов представительства и доверенности, то эти сделки могут быть удостоверены организациями, где гражданин находится на излечении или работает. Речь идет в данном случае о гражданине, который в силу тех или иных физических недостатков, болезни или неграмотности, что к счастью встречается, я имею в виду неграмотность встречается в настоящее время все реже и реже. Наблюдается довольно редко. Перейдем к вопросу о том, какие же сделки могут совершаться в простой письменной форме. Напомню, простая письменная форма означает форму, исполняемую на документе и не требующую исполняемую на едином документе без нотариального удостоверения. Так вот, этому вопросу посвящена статья 161 гражданского кодекса, которая устанавливает следующий перечень сделок, которые требуют простой письменной формы. Во-первых, это сделки юридических лиц между собой и гражданами. Речь идет в данном случае о сделках, требующих именно простой письменной формы, а не нотариально удостоверенной формы, поскольку нотариально удостоверенная форма, собственно говоря, является разновидностью письменной формы сделки, но не является при этом простой письменной формой сделки. Так вот, сделки юридических лиц Так вот, сделки юридических лиц между собой и гражданами должны совершаться в простой письменной форме. То же самое касается и сделок граждан между собой, если сумма сделки превышает не менее чем в 10 раз установленный законом минимальный размер оплаты труда. Это общее правило, а если законом специально предусмотрено случай совершения сделки гражданами в письменной форме, то письменная форма необходима независимо от суммы сделки. Однако из этих общих правил пунктов 1 и 2 сделано изъятие. Изъятие это сделано в пункте 2 статьи 161 гражданского кодекса, которая делает как бы еще одно изъятие. Она указывает, что соблюдение простой письменной формы не требуется для сделок, которые в соответствии со статьей 159 ГК могут быть совершены устно. В связи с этим я хотел бы напомнить содержание статьи 159 гражданского кодекса. Это сделка, для которой законом не установлена письменная форма. Кроме того, сделка, исполняемая при самом ее совершении, и сделка во исполнение договора, заключенного в письменной форме, которая по соглашению сторон может совершаться устно. Но в основном сказанное касается именно сделок, исполняемых при самом их совершении. Таким образом, получается, например, если обратиться снова к статье 161 ГК и посмотреть, какие сделки могут совершаться в устной форме, то это окажутся все сделки юридических лиц между собой и гражданами. Все эти сделки будут требовать простой письменной формы, за исключением тех сделок юридических лиц между собой и гражданами, которые исполняются при самом их совершении. В розничной торговле как раз мы зачастую имеем дело именно с такими сделками, поскольку, как правило, хотя, конечно, и не всегда, но зачастую магазин является юридическим лицом торговой организации, и поэтому покупка любого товара в магазине требовала бы, согласно данной норме статьи 161 ГК, требовала бы письменной формы, если бы в силу статьи 159 ГК такая сделка не могла бы совершаться письменно, как исполняемая при самом ее совершении. К сожалению, требования о соблюдении письменной формы нарушаются на практике весьма часто. Тому есть множество причин, в основном фактического порядка, зачастую граждане, зачастую несоблюдение требуемой законом простой письменной формы сделки является последствием обычного незнания стороны о требованиях закона. Иногда стороны считают излишним затрудняться и прибегать к составлению документа, доверяя таким образом друг другу на слово. Ну и должен сказать, что законодатель достаточно снисходительно, будучи весьма суров к нарушению закона при определении содержания сделки, то есть при определении ее существа, условий и последствий, в то же время законодатель оказывается достаточно снисходительным в отношении нарушения требований к простой письменной форме сделки. Эта снисходительность хорошо иллюстрируется статьей 162 Гражданского кодекса. Статья 162 Гражданского кодекса определяет последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Общее правило о последствиях несоблюдения простой письменной формы сделки содержится в пункте 1 статьи 162 Гражданского кодекса. Как мы видим, несоблюдение простой письменной формы по общему правилу не влечет в недействительность сделки, а лишь лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания. Таким образом, последствия, которые наступают при нарушении простой письменной формы, в общем случае, оказываются не материально правовым, а лишь процессуально правовым, поскольку единственным последствием оказывается исключение одного из возможных видов доказательств в гражданском процессе. Напомню, что свидетельские показания – это не единственный возможный вид доказательств. Гражданский процесс рассматривает в качестве доказательства объяснение самих сторон, то есть исцая-ответчика. Свидетельские показания – письменные доказательства, вещественные доказательства, заключение экспертов. Поэтому здесь, скажем, я несколько ранее в данной лекции упоминал о необходимости совершения доверенности от имени государственной организации. При этом я ссылался на статью 185, пункт 5 этой статьи. Я обращал ваше внимание, что в этом пункте, в статье 185, установлено требование о том, что доверенность от имени юридического лица, помимо подписи руководителя, должна содержать приложение печати этой организации. Но какого-либо специального правила, каких-либо специальных последствий не установлено, в связи с чем в данном случае применяются общие последствия несоблюдения письменной формы сделки. То есть отсутствие печати лишь лишает права стороны ссылаться на свидетельские показания. Но не влечет недействительности такой сделки, в данном случае доверенности. Ну а свидетельские показания не очень-то и нужны, поскольку имеется доверенность, подписанная руководителем организации. Таким образом, такая доверенность представляет собой письменное доказательство, которое по существу не делает критичным отсутствие печати на такой доверенности. Как уже указывалось, то последствие, то есть недопустимые ссылки на свидетельские показания, о котором мы сейчас говорили, является общим последствием несоблюдения письменной формы сделки. В пункте втором установлено специальное последствие. То есть иногда несоблюдение простой письменной формы сделки может влечь недействительность сделки. Это весьма серьезные последствия, но о недействительности сделки мы будем говорить в следующей лекции. А пока лишь обращаю ваше внимание, что недействительность сделки по этому основанию возможно лишь в случаях прямо указанных в законе или в соглашении сторон. То есть если в законе или соглашении сторон не указано, что несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность, то применяются последствия, общие последствия, то есть недопустимые ссылки на свидетельские показания. Если в законе указано недействительность сделки в качестве последствий несоблюдения ее простой письменной формы, то такая сделка оказывается недействительной. И пример такого установления в законе мы видим уже в пункте третьем рассматриваемой статьи, поэтому нам далеко ходить не надо, мы видим, что несоблюдение простой письменной формы внешнеэкономической сделки влечет ее недействительность. То есть это как раз тот специально предусмотренный закон, один вернее из тех специально предусмотренных законом случаев, когда несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность сделки. Но это, конечно, такое последствие является не то, чтобы широко распространенным, но далеко не единственным. Например, соглашение о неустойке также влечет недействительность этого соглашения. Нотариальное удостоверение сделки. Как можно видеть из пункта первого рассматриваемой статьи, под нотариальным удостоверением сделки понимается совершение на документе, соответствующим требованиям, предъявляемым к письменной форме сделки, удостоверительные надписи нотариусам или другим уполномоченным должностным лицом. Правила совершения удостоверительных надписей устанавливаются, конечно, не только самим гражданским кодексом, но также основами законодательства о нотариате и издаваемыми в соответствии с этими основами подзаконными актами. В пункте втором статье 163 указывается, устанавливается в каких случаях нотариальное удостоверение сделок обязательно. Это, во-первых, случаи прямо указанные в законе, а во-вторых, случаи прямо предусмотренные соглашением сторон. Здесь следует обратить внимание, что нотариальная форма становится обязательной в силу соглашения сторон и в тех случаях, когда по закону для данного вида эта форма не требуется. Если бы по закону требовалась нотариальная форма, то соглашение сторон было бы просто избыточным, поскольку наличие в законе соответствующего требования не позволяло бы сторонам это требование изменить своим усмотрением. Как известно, помимо оформления сделки в письменной форме, как простой, так и нотариальной, известно еще существует такое понятие, как государственная регистрация сделок. В частности, государственные регистрации подлежат сделке с землей и недвижимым имуществом. Порядок такой государственной регистрации установлен законом о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Кроме того, законом может быть установлена и государственная регистрация сделок других видов. На сегодняшний день пока такие правила установлены для государственной регистрации, как я уже сказал, сделок с недвижимым имуществом. Соответствующие правила установлены в статье 164 Гражданского кодекса. По этому поводу существуют разные взгляды, но преобладающий в российской правовой науке взгляд заключается в том, что все же требование о регистрации является самостоятельным требованием к сделке и не является разновидностью формы сделки. Таким образом, регистрация сделки не является элементом ее волеизъявления, поскольку формы сделки являются элементом ее волеизъявления. То есть, именно приняв предусмотренную законом форму, воля стороны признается выраженной вовне, то есть принявшей форму волеизъявления. Так вот, требование о регистрации не рассматривается как формы сделки, как разновидность формы сделки. То, что это так, в частности, можно видеть из названия, скажем, статьи 165 Гражданского кодекса, которая устанавливает последствия несоблюдения нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации. То есть, нигде в Гражданском кодексе требование о регистрации сделки не упоминается в качестве формы сделки, ни прямо, ни косвенно. Какие же последствия наступают при несоблюдении нотариальной формы сделки и требования о ее регистрации? Последствия это однозначно. Несоблюдение нотариальной формы, а в случаях установленных законом и требования о государственной регистрации сделки влечет ее недействительность. При этом такая сделка считается ничтожной. На том, что такое ничтожная сделка, мы остановимся подробно в следующей лекции. Пока лишь скажем, что ничтожная сделка изначально не порождает никаких правовых последствий, кроме тех, которые связаны с ее недействительностью. Однако сделка, однако это последствие не является неизбежным. Вернее, я бы сказал не то, чтобы оно является неизбежным. Это последствия может быть, этот порог сделки может быть, если так можно выразиться, исцелен. Каким образом этот порог сделки может быть исцелен? На это нам отвечает пункт второй рассматриваемой статьи, который указывает, что если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, обращаю ваше внимание, что пункт второй касается только несоблюдения нотариальной формы сделки. Так вот, если одна из сторон исполнила сделку полностью или частично, а другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения сделки, суд вправе по требованию, исполнившей сделку стороны, признать эту сделку действительной. То есть, другими словами, такая сделка ничтожна в силу пункта первого статьи 165 Гражданского кодекса. Но суд, по требованию исполнившей сделку стороны, может признать ее действительной. И в этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется. На примере этого пункта я хотел бы вернуться к нашему разговору о том, обязательно ли сделка должна являться правомерным действием. Вот рассматриваемый пункт второй статьи 165 Гражданского кодекса может как раз и породить сомнение в том, является ли правомерность обязательным признаком сделки. Поскольку в данном случае мы имеем дело с явно неправомерным действием, то есть с ничтожной сделкой, неправомерность состоит в несоблюдении нотариальной формы сделки, но тем не менее законодатель пунктом вторым статьи 165 по существу поощряет стороны к исполнению такой сделки, то есть к исполнению неправомерного действия по существу. Поскольку в данном случае можно ясно видеть стимулы, которые устанавливает законодатель, он требует, если требование о нотариальном форме сделки нарушено, то законодатель как бы поощряет к тому, чтобы не воздерживаться от исполнения такой сделки, а напротив, побыстрее приступать к ее полному или частичному исполнению, и если такое полное или частичное исполнение будет произведено, то такая сделка сможет быть признана действительной. Несколько иначе выглядят последствия несоблюдения требований о государственной регистрации. В данном случае и этот порог может быть исцелен, то есть такая сделка может быть зарегистрирована по решению суда, и таким образом изничтожной превратится также в действительную, но возможность такого решения уже не зависит от того, приступила ли одна из сторон к выполнению сделки или нет. В данном случае достаточным основанием является совершение сделки в надлежащей форме, и уклонение одной из сторон от ее регистрации. Пункт 4 статьи 165 устанавливает последствия, которые наступают в случае необоснованного уклонения одной из сторон от заключения договора. Обычно они выражаются в обязанности недобросовестной стороны возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки. Кстати говоря, здесь же хорошо видно, что сделка считается совершенной в надлежащей форме, как я уже говорил, и до ее регистрации, поскольку в данном случае совершение противопоставляется регистрации сделки. То есть сделка становится действительной с момента регистрации, но совершенной она становится до момента придания этому надлежащей форме. Далее я предлагаю вам ознакомиться с вопросами для самопроверки. На этом позвольте мне попрощаться с вами до следующей лекции, которая будет посвящена недействительности сделок. Всего доброго!